Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Женский вопрос» и ее ведущая Светлана Бобрикова. Сегодня у нас в гостях красивая женщина и талантливая актриса, заслуженная артистка России Ольга Прокофьева. Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте! Ольга, в нашей программе «Женский вопрос» мы знакомим наших зрителей с успешными женщинами, которые делятся с нами секретами своего успеха. Вот сегодня мы хотим узнать, как пришли к своему успеху вы. Скажите, пожалуйста, с чего у вас все начиналось? Где вы жили, росли, учились? Да, наверное, успех уже оттуда, наверное, закладывался. Конечно! Да, ну как нет-нет, у меня было нормальное подмосковное детство, пионерское, комсомольское, так что я, в общем-то, подвержена очень идеологии, так что я всегда жила с ощущением самого прекрасного, как сказать, района, где я живу, самой прекрасной страны, где я живу. Все было очень позитивно, все было с добротой, замки не закрывались в квартирах, все дружили, все делились последним куском хлеба, было все прекрасно. Поэтому потом вдруг появилась мысль, почему бы не стать артисткой, потому что, как сказать, по нашему телевидению всегда какие-то шли очаровательные фильмы, но и только в них можно было так увидеть себя какой-нибудь очень красивой. Я стала заниматься в драматической студии, и потом целенаправленно поступать в театральный институт, первого года не поступила, поступала еще раз, и вот, слава богу, как-то Андрей Александров Гончаров, мой мастер курса, значит, заметил что-то в девочке и взял к себе. В общем-то, достаточно так цельно, хотя, конечно же, это лотерейный билетик, который он помог мне вытащить, и так я, в общем-то, закончила театральный институт. А когда вот вы решили, когда эта мысль стать актрисой, когда она пришла? Стать актрисой, ну, вы знаете, я, как обычно говорю, девочки, наверное, в возрасте 5-6 лет, наверное, 95% девочек тогда хотели быть балеринами, певицами или артистками. Ну да, но потом это как-то проходило. Потом у кого-то это проходило, да, но у меня почему-то застряло. То есть вот как вы решили там в раннем детстве, что будете актрисой? Ну, я хотела сначала быть балериной, потом я поняла, что мне этого очень мало. Просто что-то танцевать я еще хочу разговаривать, поэтому я решила, что надо как-то, значит, идти в драматическую студию. Ну, это, конечно, спасибо маме, которая прислушивалась к своим детям, у меня еще родная сестра. То есть родители поддержали вас? Да, 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 и как бы мои желания были, я... Я, наверное, помню, что я тоже хотела стать актрисой, естественно, как и все девочки. Ну, как-то вас вовремя отговорили. Ну да, папа мне как-то так сказал, что забудь. И я быстренько забыла. Да, 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 это свойственно возрасту. А вот мама нет. Как-то вот так вот прислушалась к детям своим. Я занималась в музыкальной школе, в драматическом кружке, беговыми лыжами. У нас что хватало времени, мы везде чем-то занимались. Поэтому вот благодаря ей я попала в очень хорошую театральную студию. И поэтому после нее, как сказать, там педагог тоже меня поддержал. А вот поступление в институте, насколько оно было для вас сложным? Очень сложно, потому что, я не знаю, какой сейчас конкурс, тогда было 600 человек на место. Да, вот такой был отборочный тур. Это было сложно. Мы, конечно, ходили во все институты, потому что документы подавались в самый последний момент. И мы поэтому ходили во все творческие вузы, и в ГИК, и театральные все. И вот читали, и читали, и читали. Где-то тебе говорили, девочка, тебе вообще не надо этим заниматься. Где-то, говорили, езжай в провинцию. Как бы твою, конечно, могли сломать, как сказать, психику быстро, уверенность в себе. Но вот как-то все равно я сказала, что на следующий год буду поступать. То есть в первый раз не поступили и поступали? Да, пошла поступать второй год, и вот как-то звезды так сошли, что мне удалось поступить. То есть со второго раза все закончилось благополучно? Да, да. Ну, конечно, дальше это новые испытания, это уже учеба. Там нужно теперь доказывать, что ты хоть что-то умеешь. Вот четыре года, потому что мастер у нас очень был сложный, очень такой строгий, вот Андрей Александрович Гончаров. И ему все четыре года, он нас все четыре года почти называл абитуриентами. Даже звание студентов мы у него не заслуживали. Настолько он был с нами строг. Но вот благодаря, наверное, все-таки его кнуту как-то вот воспитывалась воля, воспитывалось еще больше желание заниматься этой профессией. А потом восемь человек с курса он взял в свой театр, куда попала я в театр Маяковского. И вот я такой консерватор, 33 года служу в одном театре. Но сейчас, конечно, более рамки театра бюджетного раздвинуты, потому что существуют альтернативные театры, антрепризные, где можно тоже взять хорошую драматургию и заниматься уже за стенами родного театра тоже. В общем-то, я хотела бы сказать, творчеством. А вот интересно, вы и театральная актриса, и киноактриса. Вот какое амплуа вам ближе, интереснее? Да, спасибо за вопрос, потому что действительно театр очень быстро ворвался в мою жизнь. Его было много в театре Маяковского. А потом еще время так сработало на театр, потому что когда я пришла в театр в 85-м году, очень плохо с кино. У нас очень кинематограф весь как бы умер, погиб. В киностудии практически ничего не снимали. Все грандиозные павильоны были завалены какими-то складами, какими-то колготками. И поэтому это были очень кризисные годы. И только где-то через лет какое-то 10-15 началось какое-то движение. И поэтому не оставалось ничего другого, как трудиться только в театре, яростно, самозабвенно, фанатично и так далее. И поэтому кино как-то немножко отошло на задний план. Но потом, когда все опять возродилось к 2000-м годам, как-то все зашевелилось, конечно, так как-то на «вы» я была долго с кино. И оно со мной было на «вы». Но вот потом какие-то случились незатейливые, как я говорю, веселые сериалы, в которые меня как бы привели мои хорошие уже знакомые режиссеры. Когда я говорила, что нет, зачем сериалы, я уже такая опытная театральная артистка. И Оля говорит, начни хотя бы с этого. И поэтому как-то вот потихонечку кино ворвалось. Но существовать в нем все равно там немножко свои законы. Как бы диктует камера, некая такая дистанция покороче, чем в театре. Тут вышел в театре на три часа, и уже нельзя сказать, стоп, можно еще один дубль, или я начну от печки. А кино как бы можно чуть-чуть и переиграть, переделать, что-то улучшить, что-то переозвучить, несколько другое. И мне было первые годы сложно. А сейчас как-то ничего. Я уже немножечко с ним подружилась, с кино. Но театр все равно остался любимым. А если, скажем, вы попали бы в ситуацию, что вам надо выбрать или театральная актриса, или актриса кино. Вот что бы вы выбрали? Это как выбрать или жить с папой, или с мамой. Когда любимые папа и мама. Конечно, лучше, чтобы жизнь не ставила перед такими выборами. Ольга, а у меня вот такой вопрос. Часто в жизни бывают ситуации, какие-то случайные встречи, эпизоды какие-то совершенно внезапные, которые достаточно кардинально меняют нашу жизнь, как-то влияют на последующие какие-то наши поступки, решения и так далее. Вот было ли что-то подобное, похожее у вас? Наверняка было. Если можно, поделитесь такими историями. Ну, даже, как сказать, сейчас сразу что-то такое глобальное, скажем так, я поменяла город или поменяла что-то вот в своей профессии. Нет-нет, наверное, в этом плане я очень, может быть, если такое слово подходит, стабильно. Потому что каких-то, да, каждый актриса мечтает о своем режиссере, быть его музой. Но это бывает очень редко. Но в любом случае, если тебя все равно ценят режиссеры, ты в какой-то такой обойме, конечно же, как бы твоя карьера складывается по-другому. Ты идешь в соавторстве с режиссерами, которые тебя понимают. Но мне все-таки вот интересно... Какая-то судьбоносная какая-то... Какая-то вот случай. Насколько он важен в нашей жизни? В нашей жизни? Ну, наверное, для нас тем более. Мы такие люди тоже суеверные случаи. Ну, вот даже когда я и поступала второй год, я же практически никуда не поступила. И шла уже за документами в ГИТИС, чтобы забрать документы, потому что я не поступила на курс к Ирине Ильичне Судаковой. Забрать документы, чтобы поехать или в Ярославль, или в Воронеж, где немножко экзамены в театральный университет попозже. Специально, наверное, ждут с Москвы, кто, может быть, еще подъедет, как бы, показаться. И поэтому я действительно шла по коридору, и навстречу шла Ирина Ильична Судакова, которая сказала про Кофьева, идите в театр Маяковского, там добирает на свой курс гончаров, и давайте читайте ему ярче, ярче, ярче. Да, это вот было судьбоносно, потому что чуть-чуть бы позже я пошла по этому коридору, я бы не знала, что добирает на свой курс гончаров, я бы не попала к нему на курсы. Наверное, где-то в Воронеже или в Ярославле пробовала свои силы, может быть, бы поступила, может быть, там встретила свою судьбу, может быть, там бы построила свой домик и жила счастливо, да, да, и так далее. Поэтому, да, вот какие-то такие есть судьбоносные встречи, очень в них верю, и очень верю, что кто-то и помогает, если что-то делаешь в этой жизни, как тебе кажется, чуть правильно. Ольга, вот знаете, такая есть расхожая фраза, и после этого я проснулась знаменитой. Вот у вас был такой момент, когда вы почувствовали, что вот да, теперь я знаменита. Или это какой-то постепенный был процесс? Да, наверное, процесс был постепенный, наверное, какая-то популярность пришла после сериала «Моя прекрасная няня», потому что как-то он попал во время, мы не будем сейчас как в каком-то произведении искусство о нем рассуждать, но вот какая-то такая милая, какая, говорю, незатейливая история, вдруг вошла ко всем в дома, вдруг ее полюбили зрители, и тем более полюбили дети. Именно вот они как бы были нашим показателем, что они неслись к телевизору и смотрели этот сериал. И действительно, когда мы где-то к 25-й серии поняли, что как бы наши рейтинги растут, в этом плане очень зависимо телевидение от этого, такого слова, как рейтинг. И мы поняли, что да, мы становимся популярными, вдруг, да, как-то вдруг понимаешь, что тебя кто-то ловит за руку, какие-то дети вокруг тебя скачут, ты продолжаешь работать, а что-то меняется вокруг тебя, какая-то создается очень хорошая аура. Или приезжаешь вдруг куда-то в пионерский лагерь, и почему-то весь стадион срывается с места, как Битлз. Просто тебя встречают, как ансамбль Битлз. И вот, наверное, да, эти минуты какого-то такого очень приятных ощущений, они должны быть у актера, потому что никто не хочет быть памятником известному артисту. Поэтому популярность, она, конечно, очень бодрит, она очень помогает двигаться вперед. Вот поэтому, да, вот, наверное, благодаря этому сериалу как-то вот мы стали очень узнаваемы, и это очень помогало дальше по работе. Ольга, вот раз уж зашел разговор вот об этом сериале, «Моя прекрасная няня», об этой роли Жанны Аркадьевны, по которой, конечно, я думаю, что многие-многие вас помнят, узнают. Такой вот вопрос. Вот не стала ли эта роль неким таким двуликим янусом для вас? То есть, с одной стороны, это роль, которая привела вас к успеху, сделала узнаваемой, известной, а с другой стороны, навесила какое-то определенное клише на вас, что ли, какое-то впечатало в сознание людей и режиссеров в том числе, определенный образ комедийной актерицы. Да, 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 я вас прекрасно понимаю, но комедийной артисткой быть тоже не стыдно. Это надо тоже уметь очень грамотно рассмежить публику. Знаете, как-то, да, были предложения похожие на эту роль. Не скажу, что я как-то очень сразу кидалась в это, потому что, действительно, у меня школа очень хорошая, педагоги бочили очень хорошие, они как бы меня воспитали несколько в другом ключе, я понимала, что движение вперед, оно несколько другое, чем заложник одной роли, поэтому я трудилась очень много в театре, у меня были другие роли, и, конечно же, особенно вот в «Москвичи», очень откуда у меня появилось очень много театральных поклонников, а там, конечно, у меня были другие разнообразные роли, и сейчас я делаю другие. И когда мы выпустили проект «Независимый трамвай желания», конечно же, тогда была вот эта популярная Жанна Аркадьевна, и я, когда мы играли в других городах, я слышала до начала спектакля в зале детские голоса, а это глубочайшее драматическое произведение, достаточно, наверное, 18+. И я, конечно, очень страдала от того, что в зале приходили родители с детьми, чтобы посмотреть на Жанну Аркадьевну, ну, а тут сейчас будет актриса страдать, умирать, сходить с ума, ее будут, как бы, извините, ну, так, по драматургии насиловать и так далее, и так далее. И, как сказать, я очень страдала от этого, что в зале дети и так далее. Но, честно говоря, я шла вперед все равно и так далее, и так далее. И сейчас до сих пор, действительно, кто, например, только видел меня по телевидению, потом вдруг попадал на спектакль, до сих пор, конечно, говорит, «Боже мой, а вы вот такая, а вы, оказывается, вот такая». Ну, это приятные комплименты. И, конечно, заложницы одной роли я не стала. Но, конечно, как комедийную актрису меня больше куда-то приглашают. Хотя, я говорю, это тоже очень и очень непростое дело. Спасибо, Ольга. Я ненадолго прерву наш разговор, Друзья, у нас рекламная пауза. Еще раз добрый день. В эфире программа «Женский вопрос». Сегодня наши гости — Ольга Прокофьева. Ольга, помимо того, что я являюсь ведущей сегодняшней программы, я еще работаю директором конкурса красоты «Мисс Офис». И вот в силу своей, так сказать, профессиональной необходимости я постоянно общаюсь с молодыми, красивыми, успешными девушками, женщинами. И вот, как ни странно, мой опыт показывает, что вот эти вот молодые, красиво успешные женщины довольно часто оказываются неуспешными в личной жизни. Вот как вы думаете, почему так происходит? Ну, наверное, есть такой самый первый ответ на поверхности, потому что, чтобы быть успешной женщиной, нужно очень много трудиться. И, конечно же, это все забирает твое время. То есть как-то грамотно себя распределить в пространстве, наверное, это самое сложное. Поэтому, конечно, когда есть такой задаток каких-то профессиональных, как бы успешных в тебе черт, поэтому ты, конечно, начинаешь больше и больше этим увлекаться, заниматься. И, конечно же, финансовый успех он тоже радует, потому что, конечно же, хочется быть успешным человеком, хочется что-то в этой жизни иметь, если вдруг чего-то у тебя нет. Пусть не патологически много, но в любом случае какой-то минимум, который каждый для себя устанавливает сам. И, конечно же, вот уходит какая-то личная жизнь, может быть, на задний план. Но если вы говорите о молодых девушках, я не думаю, что это совсем проблематично. Если уже говорить об успешной женщине, значит, к бальзаковскому возрасту, то, конечно, тут уже другой немножко вопрос. А молодым, ну что я желаю, конечно же, все-таки успеть все. Успеть все, на то и молодость дана, чтобы все успевать и так далее, и так далее. Ну, как сказать, как у моего есть, кто-то у нас больше женщины, кто-то матери. Кто-то уходит все-таки больше в бизнес, становится бизнес-вумен, а кто-то свою жизнь не представляет без детей и направляет свои туда, как сказать, взгляды. Поэтому, ну, потом я даже не знаю, есть такая статистика, и даже в той же Москве, по-моему, 45% населения мужчин, а по-моему, 55% женщин. Примерно. Но я точно знаю, что не поровну. То есть найти свою половинку женщинам чуть сложнее, чем мужчинам. Вот. И поэтому и в этом есть как бы свой маленький для нас минус. Ну, что я могу сказать в этом плане? Не знаю. Конечно, у каждого свой путь. Ольга, а как складывается личная жизнь у вас? У меня, да, да, да. Вот тут, наверное, более все. Как если, может быть, в творчестве как-то можно провести какую-то линию, если закрыть глаза, то в личной жизни она очень рваная, очень амплитудная и так далее. Ну, что делать? Все равно как-то понимаешь, что, может быть, какие-то отношения иногда надо останавливать, говорить друг другу спасибо за все, что было, и не мучить дальше друг друга. Сейчас это проще. Это раньше как-то стыдно ради детей. Люди как бы уже переходили на любовь, какую-то тягость к друг другу. Даже до ненависти был один шаг. Но люди мучили, жили ради детей и так далее. Сейчас, да, я вот вижу поколение, которое немножко попроще смотрит на этот вопрос. Может быть, где-то и верно. Хотя я очень уважаю брак, уважаю семью, у кого есть семья. Кто-то идет на компромисс ради детей. Но у меня не сложилось. Хотя брак у меня был, не скажу, очень короткий, по-моему, лет 12. Как-то вот, в общем-то, что-то мы успели в этом браке. А вы считаете, что это определенная жертва искусству, карьере? Да нет, вы знаете, когда карьера занимает время, конечно, чтобы чего-то добиться в любой профессии, надо много трудиться. А много трудиться, как я еще повторюсь, это все-таки как бы от чего-то отнимаешь время. Нет, можно все совмещать. Особенно, если твоя половинка очень уважительно относится к чем ты занимаешься, а ты уважительна это. Но вот такое немножко время у нас. Поэтому, ну что я сказать? Я, да, конечно, я живу с ощущением, что я что-то не додала сыну, что я могла бы что-то ему в детстве больше дать. Что-то это, ну, это какая-то некая такая внутри патологическое ощущение материнства. Оно существует, и поэтому со стороны мне все говорят, и родственники, и подруги, нет, Оля, все хорошо, ты много ему дала в жизни. Сейчас только отпусти, уже не мучай, что я уже, в принципе, давно и сделала. Вот, но вот все равно вот внутри какой-то солитер живет, который говорит, а может быть могла бы больше и так далее. Ну, это, наверное, как сказать, генетическое. Если бы была возможность отмотать назад, вы бы стали что-то менять? Да, я бы, наверное, все-таки родила не одного ребенка. Мне кажется, что все-таки детей должно быть в семье больше. Но вот, наверное, это было издержкой. Карьеры, профессии, наверное, все-таки я устремилась больше дальше в профессию, считая, что какой-то долг я выполнила, даже это не долг, это и мое было желание. Но в то же время ощутить материнство, это, как сказать, конечно, я желаю любой женщине, даже у которой есть с этим проблемы, стремиться к этому бесконечно. Конечно, наверное, у меня было бы побольше детей, но тут еще были некие медицинские показатели, как бы не очень хорошие, поэтому я остановилась. Ольга, давайте немножко вернемся к вашей основной деятельности в актерской работе. За вашу актерскую карьеру вы сыграли множество всевозможных, значимых, серьезных ролей в кино. Какие из них были для вас самыми важными, интересными? Конечно, к каждой работе подходишь как к важной, как к интересной. Ну, иногда, конечно, страдает драматургия, особенно если это сериал. Но ты понимаешь, что у тебя, если сейчас нет выбора, да, у тебя это, ты иногда идешь работать, потому что это твоя работа. Скажем так, идешь, включаешься в это, потому что ты должна, как сказать, трудиться в своей профессии, и поэтому, если есть время, то ты разговариваешь с режиссером, и договариваешься что-то поменять, сценарий улучшить, и режиссер на это идет, ты в это включаешься. Но все равно драматургия иногда сериала не вытягивает, вытягивает, и он становится просто таким однодневным. И хотя ты там достойно стараешься делать свою работу, он все равно проходит иногда. Ну, а что мы все-таки вы выделили? Не замечено. Я сказала, что есть и такие. Но, конечно же, если актрисе дает играть что-то про любовь, что-то рассказать, пострадать, и что-то сказать свое про любовь, про это чувство, какое оно для тебя. И если это встречается в драматургии, то я очень люблю свой фильм «Ненормальное», где вот моя героиня безответно влюблена, и что ей приходится для этого пройти, какие испытания, на что это выходит, это исследовать очень интересно. Конечно же, этот сериал, над которым мы много работали, трудились, он нам не просто дался, потому что так изящно там шутить, как в сериале «Прекрасная няня», мы очень много снимали дубли, и трудились, и переписывали текст. И Алексей Кирюченко тоже очень был требовательный. Поэтому достигать вот этого легкого какого-то юмора, изящества, это, в общем-то, такой закадровый большой труд, и как бы он мне тоже приятен, симпатичен. Еще несколько есть работ в кино. Боря Грачевский снял интересную историю, которая сейчас вот тоже на телевидении пройдет, «Крыша», его фильм очень такой, я считаю, глубокий фильм по сценарию, и там такие проблемы, о которых хочется говорить со зрителем с экраном. Можете ли вы назвать какие-то три вещи, которые дают вам какую-то силу, драйв в вашей работе, в вашей жизни? Вот что-то такое, можете вы выделить, что вас поддерживает и движет вперед? Да, спасибо, хороший вопрос, потому что действительно, я помню еще Наталья Георгиевна Гондриева говорила, вот когда она стала болеть, она говорит, вот пропал стержень, вот не чувствую внутри этого стержня. Я думаю, о чем она говорит? Но вот, к сожалению, видите, как вот какой-то стержень должен внутри быть человека, и иногда задумываюсь, а кто его дает? Может быть, все-таки не так и на этой планете все от тебя зависит, может быть, все-таки кто-то помогает, все-таки что-то существует помимо тебя. Вот, откуда кто дает вот эту вот такую любовь к этой профессии? Потому что каждое утро вставать и говорить, я люблю театр. Конечно, нет, ты просто его любишь и все, не понимаешь, почему кто-то тебе как будто какие-то сигналы подает. Но я только знаю, что очень дает позитив, энергию, просто. Вот даже если у вас утро чуть-чуть что-то это, вот позвоните сразу кому-то, вот, кого вы любите, и с кем вам интересно поболтать. Вот просто вот действительно помимо вас вырабатывается вот какой-то гормон, или там серотонин, или еще там миллион гормонов радости. Да, эти вещи, они, как ни странно, их можно ими управлять. Стимул, ну, стимул что? Это чтобы с утра у мамочки все было хорошо, у сына как-то день пошел, у сестры, конечно, когда ближнего круга все хорошо, это очень, конечно, дает тебе большой энергетический заряд. Значит, здесь не нужно помогать, здесь сегодня все хорошо, здесь это, это я уже сделала. И тогда остается время на саму себя, и становится от этого хорошо, потому что если как бы со здоровьем тоже все хорошо, ты понимаешь, что ты можешь свернуть горы. Вот, конечно, позитив. Вот надо тут вот недавно, извините, по какому-то каналу вдруг тоже спрашивают 90-летнюю женщину, скажите, а вот ваш успех, долголетие всего? Она говорит, вы знаете, говорит, я люблю сажать цветы, я их сажаю на дачу у себя, я сажаю у подъезда. Если у соседнего подъезда тоже как-то лопухи, я и там могу посадить, и там могу посадить. Надо жить в красоте, сказала она. Господи, ну, мудрей ничего не сказать. Просто действительно надо умудряться вокруг делать себя красоту. Нельзя, чтобы квартира была запущенной. В своем подъезде даже, ну, видите, кто-то не успевает, ну, пробегите, житесь вы с этой шваброй. Вы сделаете свой подъезд почище. Это же ваш подъезд, это же ваш дом. Надо жить в красоте, тогда и настроение будет хорошее. Ольга, а что вас огорчает, наоборот? Что беспокоит, тревожит? Что вот создает дискомфорт для вас? Ну, к сожалению, меня тревожат ноющие люди, завистливые, раздражительные. Просто надо самому что-то в себе поменять, хотя это самое сложное, но в то же время вот это успех, наверное, как сказать, и хорошей жизни. Потому что надо нам чуть-чуть подобрее друг к другу. Ну, подобрее. Тем более идут-то самоутверждения всех на каких-то мелочах. Ну, кому-то что-то указать, тыкнуть, резко ответить, сказать мерзавцу, что он мерзавец. Ну, и чего? Ну, и что? Ну, не становится от этого легче. Наверное, уже все понимают. Поэтому, конечно, очень огорчает чуть-чуть наше отношение к друг другу, но где искать источники эти все, как человека сделать добрее. Это отдельная тема. Следующая наша с вами встреча. Согласна. Ольга, к сожалению, время нашей передачи подходит к концу, и в завершение я хотела бы провести такой небольшой блиц-опрос. Да. Очень просто. Выбирайте одну из двух. Горы или море? Море. Кино или книга? Ой, как хорошо. Ой, как хорошо. Давайте все-таки книга. Книга или дружеское общение? Общение. Чай или кофе? Кофе. Телевизор или книга? Книга. Овощи или мясо? Овощи. Тишина или музыка? Тишина. Каблуки или кроссовки? Кроссовки на каблуках. Прекрасный выбор. Работа или отдых? Работа. Спасибо, Ольга, за очень интересный, откровенный разговор. Друзья, вы смотрели программу «Женский вопрос». У нас в гостях была заслуженная артистка России Ольга Прокофьева. Вела передачу Светлана Бобрикова. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова